Ну что, дорогие друзья, вы готовы встримчать Дримхак и Гранд Финал в этом плане? Оптик Гейминг и Империал, студия Рухаб, Дримхак Опен Саммер, само собой. И Евгений, надеюсь, что вы не уснули там, как и я, да я чуть не уснул. Нееет, все на месте, все на месте. Оптик Гейминг и Империал, это Верпас. Да, вероятно, должно бы быть. Так, что там у нас? На Б-планете киберспортивный поезд проезжает мимо. А команда Оптик Гейминг не то, чтобы особо спешит поджимать в защите какие-либо позиции. Закупка защиты. Есть у нас 4 Веспа с арморами, есть также Дефус Пакет у Гейда и, соответственно, Смоук у него, Раскиты на нем. Далее Империал, в свою очередь, двое на Раските и трое с Галаками арморами. Плюс также есть флешка и Смоук у Тэнски, что тоже немаловажно. И в целом подход по мидлу. Компания Эгу очень любит именно такие раунды. И я смотрю, что Оптик Гейминг... От конфиг Рофли, это просто не могу. Так это и Гейд еще прыгает по Мидуру? Не, просто конфиг такой... Тун, тун, тун. Прикольно, прикольно, да. Веселые, юморные пацаны. Ну, и Империал такие, а где вообще противники? Мы ждали по Джиму, ждали по Джиму, в итоге ничего не получилось. И мы не дождались. И где ребята? И вот, наконец-то, атака на Аплэнд от команды Империал. Заход на 30-й секунде. Конфиг, упори, слева. Кейджумби забирает Аспиранто, Нюки забирает Кейджумби. И в итоге Этенски также забирает Снэпи. Приемка на Аплэнте развалилась за считанные секунды. Ну вот допрыгались, видимо. Оптигейминг, Юги последний, без китов. И выход на ретейк 1 на 4. Империал задавили что-то совсем. Жуги, 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 жу. Но на самом деле у него ничего не получится, даже если я его инчанчу на победу. Своими заклинаниями. Но он попытается. Найс трайк, найс трайк. Четыре человека выжило у команды Империал. Пистолетка уходит за ними. Они прямо сразу, прямо сразу, прямо в калаши. Кто может, по крайней мере. Не все могут. В калаши только Нюки может. Окей. Пистолета, два таких, два сяких. Ну, в смысле метовых, естественно. Чешка, опять же, Диглы. И скаутка от Комодоптик. Ну, опять же, таки, и Форсбай с пистолетами сегодня брали неоднократно. Что Империал, что Оптик. Так что, вдруг и сейчас работает. Ну, почему бы и нет. Есть у нас близкая лонг-позиция от Снэпи. С Сзэшкой без Кевлара, но зато и Смог. Так же конфиг. Вместе с Кэйджумби решили помочь своему тиммейту. Но вот не совсем понятно, что и как. Тут на клубе есть этот снайперский девайс. И уж извините, да, действительно не Кэйджумби получается вместе с конфигом. А Юки на банане. Тут подсадка. Рамбустик, что ли. О, с обратной стороны. И Нюки закрывает Снэпи. Нюки, да, убивает Снэпи. Четыричалка остается у команды оптик. Они все равно не спешат. Мы видим то, что оптик до девайсных, по крайней мере, довольно болотная защита. Не как раньше. Там Компик кого-то поджимал. Под киндер-приплацем, например, и так далее. Не, ничего подобного. То есть они просто встали на местах, ближе к плентам, и все. И стоят там вообще до упора. Но таким образом, Эпирио, например, уже выиграли пистолет. Потому что таким образом еще отыграет ворс. Потому что все-таки, ну, 3 в 5 очень тяжелый ребятам из команды оптик. Да, и по пикам оверпасс взял команду оптик. Если что, мираж. Незменный мираж для команды Империо. И Инферно напоследок. То есть если дойдет еще и до Инферно, будет очень весело. Что я как бы и рассчитываю. Так. Кристалл сбегает на плент. А здесь никого. Ребята решили вдруг взять и пойти на Б. Ну, даже не то, что на Б, где-то под Б. Нам девяточка, всякая вот эта вот история. Песочки. Ну и ушли. И, естественно, обратно никто возвращаться уже не будет. Слишком поздно. Ну не все хуже. Это никому не надо. Они не будут давать, потому что... Убить. Во-первых, вы убейте. Просто какой-то кровожадный. Потому что нет позиций. И это все дело идет на третий раунд. И с деглом, чешкой и скауткой в третьем раунде будут работать уже. Такие дела. 2-0. Действительно, работа пока что за Империал. Начинается оверпасс. И вот, знаешь, на счет оверпасса я бы хотел поинтересоваться, что по статье у Империал. На ней как-то особо-то они ее играли, на моей памяти. 58% бинрейта. И последние 4 матча они проиграли. Это как вот. Неплохо. Это значит... Уйго, 16-9 в рамках МХ Open Tours. Европейских клав, по-моему, да? Но это тогда еще был состав с Сесилионом. Значит, играли достаточно для того, чтобы вырвать эти 58% при 4 поражениях подряд. То есть это большая выборка карт, и винрейт не просел ниже половины. Это, кстати, очень хорошо. Кажут. Чуть-чуть получил по ХП. Танцки в деревьях проселивают на Б-планте насквозь, на катушках. Но ничего особо. Никакого успеха нет. Но опять этот гейминг. Болотная защита. Неужели каждый ранд у них будет так начинаться? Снепи, конфиг, юги. Да, действительно, без арморов. Будут пытаться здесь отрабатывать. Очень много фармганов у Империал. И контакта до сих пор нет. Очень осторожно играет европейский коллектив. А датчане, в свою очередь, сидят. И что, за защиту так и нужно играть. Нужно сидеть и ждать, пока соперник к тебе придет. Кристалл выходит с интерпасов на Банан. На Кейджунге в туалетах находится. И у ХАЖУНБ нету помощи. Есть варианты, что ХАЖУНБ может отлететь в самое ближайшее время. Но пока никто не чекает эти самые туалеты. Кристалл уже дальше на Банане. Кажем, понимая то, что где-то есть оппонент. Оппонент будет умирать от Гейда. От Кажембе будет умирать Кристалл. И неужели третий раунд вообще, в принципе, физически реально взять в команде Оптик? Вообще-то физически реально. Потому как все невозможное возможно. Конфиг здесь на подъеме. Вместе с Гейдом и Югги. Также стяжка от Кейджунбии. Минус от Нюки по Юге. Далее Эсперанто получает дэмэдж. Есть минус от Конфига по Тенски. Падает еще Эсперанто. В итоге последний остается Нюки. И его добивает Кейджунбии. Вот тебе и третий раунд за Оптик. Так, забавненько. Вот тебе и третий раунд за Оптик. Ну, в смысле, первый для них, да. И третий вообще на карте. Это были пистолеты, сохраненные пистолеты. А ты говоришь в прошлом раунде. Стреляться, стреляться, стреляться. Видишь, они сохранили. Нет, я думал, что типа убивают. И победили. Экзит фраги, телеван. Так. Что тут? Юмпик. МК такая. МК такая же. И Калаш. Вот это да. Юге. В ранние поджимы. Мимо Икасы. Эсперанто. Что-то эсперанто жесткий, да. Да еще и два лонг. Ты его смотри, как сейчас снэпи может лететь. Но он принимает с фармгана. Калашников в упоре. И Некса уже подстраховывает. Давай стиммейт. А вот на Б не стоило было открываться. И теперь. Теперь-то вроде как все хорошо для защиты. А вот ненадолго. Кристал минусует сразу двоих на лонге. Красиво сыграно. Ребята будут на слабленный аплант забегать. Потому что вариантов здесь особо нет. Этот товарищ будет умирать. Гейд остается последний. У Гейда шансов для того, чтобы выиграть не очень много. Можно сказать, что в каком-то смысле нет. Вылетает в молик. Погибает от выстрела снайпера. Окей, допустим. Это 1-3. И оптиков далеко не отпускает команда Imperial. Даже если они все-таки взяли там супер-супер-друппер раунд. Есть, правда, по пять тысяч у Гейда и конфига. И ребята все-таки решили закупить. Это значит, что остальные будут вторить на все деньги. И мы увидим вот такой бай, как на ваших экранах. Так это даже неплохой бай. Это может получиться по итогу, если удачно встать с пистолетом, с варанганом, с кольтом. Тем более, что Юге снайперская винтовка стабильно может настреливать. Очень много минусов. Главное, позиционку не проиграть и не пушить мидл. Как-то было в предыдущем. В предыдущем, по-моему, он просто даже не успел среагировать. В чате пишут... Сейчас мы чуть попозже вагна. Crystal. Конфиг убирает Crystal с дороги. Тенский через Short идет на болот. C. Родной дом. Петербург. Как с картинки прям. Тенский. В итоге будет здесь, скорее всего, стоять какое-то количество времени для того, чтобы убивать отходящих, может быть, точнее, приходящих, контртеррористов. А то, что Каджонт может Нексу перестрелять, это да. Это вот интересная позиция у него. Но нет, не перестрелял. Да, и Некса делает размен. Конфиг лохитовый, зато скиллом. И здесь Эсперанто идет на Юге. Юге. Есть пробитие, но не полное. И проникновение, видимо, теперь уже будет такое себе. Юге отходит назад. Б-базу будут вскрывать террористы. В этом направлении работает Снэпи на монстре. И все. Перетяжка от Конфига только лишь. Ну вот он Снэпи. Ему нормально. Империал, может быть, думает, что дети гораздо большего сети. А здесь их, очевидно, гораздо меньше. Снэпи будет погибать от всех подряд. Выходит Холпа, Холпа погибает. Юге остается в последнем. Юге вариантов нет, позиции нет. Это будет сейв. И пишут ребята в чате. Некоторые Юге все-таки минусуют. И не окей, это был их детсраг для него. Я люблю конспирологов, которые после первой пистолетки уже говорят, да, хе-хе, для той или иной тьмы. Ну так-то, да. Так оно и есть. В смысле? Так вот. Те, кто ждали, вот у нас пятый раунд... Они просто в зале сидят, чувак, ты это. Ну, почаще на турнир едет. Они-то из зала пишут. Пятый раунд на карте Деверпасс. И это ГГ. Не понял. Ты сейчас тоже в зале сидишь? Расходимся. Расходимся. Ладно. 4-1, Imperial действительно смогли побороть бай соперника. Причем не полный. Но вот проблема в том, что Юге периодически сейвит снайперский девайс. И из-за него может появиться такая вот, не знаю, черная полоса в команде Imperial. Imperial минус 2 на ровном месте. При снижении их невесте. 1-4, да, Imperial молодцы. Немножко сагрил что-то половину счета по поводу Петербурга и болота. Родный город, дорогие друзья, 28 лет там живу уже. Я с любовью, я с любовью. Болотцы, конечно, прикольные. Но, как говорится, свое же родное. Чего вы вот начали? Нормально же, общались. Так, ну и по ДВП от Юги Хансона. Ребята из команды OptiGaming будут с пистолетами в дефолтной большинстве своем продолжать эту защиту. Выход под мид. Снова холдовый такой наш расклад событий для Imperial. Они не торопятся, что очень примечательно. Но иногда, когда они передерживают свой вектор атаки, получается так, что защита успеет перегруппироваться. И да, пускай это, возможно, не этот раунд, потому как здесь нет арморов, здесь нет кастомных пистолетов. По большому счету, здесь только лишь снайперская винтовка для Юги. Но даже сам Юги, в принципе, может сделать раунд для команды OptiGaming. Тенский вышел вместе с товарищами на лонг, а там никого нет. И пистолетчики не могут себе позволить стреляться на таких дистанциях из команды OptiG, поэтому они занимают топ-1. Они, кстати, угадывают. Давайте начнем с этого. На бомба. Точнее, они угадывают хотя бы подходы команды Imperial столкнутся с проблемами на планете А. Вот он Юги, одного уже щелкает. Да, предварительно Нюки забрал еще и соперника, но там-то был пистолет, а тут теперь уже теряется Девайс. И четыре Аплэнта в исполнении защиты, Конвик ловит Кристал, обрывает, а через Молк Тенск забирает одного и Некс забрал Конвика, предварительно минус от Юги, также по Тенске минус от Юги, также и по Некси. И остается один Эсперанто. Это проблема. Кейджум Би Юги вдвоем. Времени нет. Времени нет. И выдержите. Да! Да как просто! Вот это Эсперанто вытаскивает. Это прям максимально хорошо. Это реально ДК. Вот уховское ДК здесь реально не хватает, потому что... Я тебе говорю, надо, короче, заставить его записать голос и сделать кнопку какую-нибудь, чтобы включать... Джингл. Да. Джингл студии Руха по Контр-Страйку. ДК! Да-да-да, вот это все кордос. Был я абсолютно полностью согласен. Ну, по крайней мере, я так считаю. Вот. Кто тоже согласен, ставьте плюс в чат. Кто хочет записать что-то еще, ставьте что-нибудь другое в чат. Капа Прайд, например. 1-5 в пользу Империал. Невозможный раунд... Ну, я вот с точки зрения статистики, да, невозможный раунд для Империал, да, потому что они напоролись на засаду. Засада была великолепна. Она реально была очень хороша. Но... Но нет. Нет. Судьба была на стороне команды Империал. Но так же, как и позиционка, так же, как и эсперанто. Точнее, позиционка эсперанто, окей. Вот так вот проще. Юги на мидле СВП без армора пытается как-то вот тут принять это управление. Но получится неоднозначное у него, конечно, это дело, потому как один минус сразу же должен прилетать размер. Снепи. И компания FGMB будет пытаться даже лонг как-то прикрывать, но уже в закрытую, и, значит, Империал снова владеет коннектором, владеет подходом ГБ, но все никак на лонг не могут просто так выйти. Да, сложно. Снепи? Снепи. Так, эсперанто убивает снепи. Есть размя... О-о-о-о, что-то всех приняли сразу. Прям моментом. Просто вся атака закончилась. Да, Юги падает 2-5. Команда Оптик. Молодцы. Молодцы. Вот сейчас подключились прям вот как надо. Они понимают, как действует их соперник. И, в принципе, здесь, ну, видно, что Империал, ну, во всяком случае, пока очень маленький пул раундов. Вот так. Чешка, чешка, чешка. Галил Калашников. На МК4-4, опять же, у ребят из Команда Оптик. Трофейный, ну, вообще 3 штуки. Трофейный Калаш. Это не то, чтобы прямо все супер важно. Империал, вот проблема именно по девайсам. Да, то есть, возможно, будет тяжело, если они всех вещей не будут драться в близких дистанциях. И мы сейчас посмотрим, будут ли. Так. Эсперанто. На зиг выходит. Выходит. Будет выходить. Гейт. Ну-ка, давай. Есть у нас хорошее попадание по Эсперанто. Ну, а далее 4 в 5. И защита снова в большинстве. Вот я не знаю, что за проблема у команды Империал сейчас начала включаться, но они играют по одному. Им нельзя играть в соло. Нужно размены. И сейчас, запуская на парапет Эсперанто, они теряют девайс. Запуская на парапет Эсперанто, они теряют Эсперанто. В первую очередь. Нет, ну давай-то ладно. Главное, что Эсперанто теряет. Потому что этот парень может. Он прям, прям может. Кажут. Тенский выходит, от Кажун бы получает. Кажун больше сейчас его ХП 2-3 потерял, но наплевать. Все хорошо. Некса Нюхе остается вдвоем. И Нюхе убивает Снайпи. И размен, конечно же, не произошел от Некса. Красиво. 3-5. Экономика Империал падает. Теперь лишь только пистолеты. Я думаю, что даже без всего, потому как... Ладно. Эсперанто. Убедил. Хорошо. 300 баксов трассе на П-50. Но вот закупка в следующем. Будет под некоторым вопросом, но... Ладно. Тоже. Делать его. А вдруг сейчас минусы? Сделать еще и пистолетом вытащить трону. Вопрос сейчас интересный. В курсе ли, кто ведется ли? Какая разработка игры нормальной для киберспорта? Игры сами по себе, по-моему, ненормальной. Нормальной для киберспорта. Минус 2 пока что от Кэжумби на приемке Медла. Парень сработал с Кольтом. Превосходно. А вот что касательно... Dark Souls на скорость прохождения. Ты совсем? Я понял. Ты что? Вы не того человека спросили насчет нормальности. Что, что потанцевать нельзя? Но в конце концов, Тэнски остается. Последний Кэжумби снэпи даблкил делают в этом раунде. Но это пистолет от команды Империал. Тут, в принципе, все нормально. И много они не должны были наносить. Но дело в том, что... И немного тоже не особо нанесли. Как мы видим. Тэнски попытается умереть медленнее. Но получается быстрее. 4-5 оптики берут 3 раунда подряд. Это заявка в целом. Кэжумб начинает вспоминать старые-старые-старые темы. Из матчмейкинга с Финном Андерсеном, когда они вместе играли. И кориганары. И они в одной команде разносили лица на Уверпасе. Вот это та же история. Только это уже гранд-финал Дэмхака. Вот. И в итоге... Ну, то есть, он идет 10-4. Это лучше фракстатер на сервере. И Уверпас для него очень хорошая карта. На самом деле. Только пока, мне кажется. Потому что Империала, если начнут стрелять, и Кэжумби будут проблем очень серьезные. И его команда в том числе. А на данный момент 10-й раунд. И 5-4 в пользу Империала. Они занимают коннектор. Перестали соваться на мид. Там, в принципе, правильно. Кэжумби уже подсажен. Он Снэпи вместе принимает. И Юги тоже вот чекает воду на шорт-б. Открывать дверь не рекомендуется. Об этом, наверное, Адатчане. Тоже знают, что дверь могут открыть. И все, как бы. Надо чекать. Так, Кэжум. Подсадка, кстати, реально приятная. Как пока не под кого. В итоге они теряют терпение и уходят назад. Потому что она все-таки хорошая, но опасная. Ну, достаточно опасная, имеется в виду. Так. Кристал. Натяжной раунд, получается. Будет. А то что за новый смок? Обычно же через эти... Закидывать смок? Я не сказал бы, что... Не, я не сказал, что он новый. Я через картинку кидал обычно через вывеску, типа через стол. На мусорку один из стандартных смоков, я бы сказал. Мне просто... Я другую варианцию. Несколько вариантов есть, да. Ну, Кэжумб начинает топить. А, ну там двое. Нет, это без шансов было для Кэжумби изначально. Просто мог убить одного, мог не убить. Подсадка для конфигурации. Поехали. Он заряжает. Просто калаш свой говорит. Ребят, сейчас начну стрелять. Мис один. Раз, два посадки. Потому что три в два. Двое китов есть. Правда, времени мало. И выход до сих пор не реализован. Входят, видимо, на сейф. А тут уже и кристалл. Опа! Кристалл это заметили. Кристалл убежишь ли ты сам? Галил, коллаж и ави пе. Ребята с командой империал. Конфиг начинает прям шуметь и продолжает шуметь. Будут спасаться. А насколько Нюки далеко. Да, все, он убежал, все хорошо. Окей. Это еще один аналог для команды империал. Довольно вообще-то плотная первая половина до оверпасса. Потому что 4-6 это реально очень плотнейший счет. Топ-6 за атаку, это уже даже лузовый минимум, скажем так. Уже неплохо. Да, вообще-то. Получается. В целом. На оптике хорошо обрезаются. Какой классный пролет через автомобиль. Боже мой. Он же и у нас был тоже. Он такой и в автомобиле, обратно и в автомобиле. А вспомни, как на Азии. Не знаю, говорю ли я с тобой. Или ты видел вообще этот пролет, когда он через шипит, вот эти вот колючки на крыше пролетают? Это же класс вообще. Там такой эффект создается. Можно не помнить. Потом покажем. Окей, окей. И... Кто тут? А тут встреча? Кей-жу-наби! Кей-жу-би! Нет, полный провал в стрельбе. Еще и снэпи тоже здесь можно ответать. Да, минус от асперанто. Еще и ворвался в смог здесь юги. Ты чего? Вот это провалище. Грустная история какая-то. Зерно, мотивейминг. Но вот так вот по стрельбе не стоит промахиваться, если у вас есть таковое преимущество по позиции и по удивлению противника. То есть вы стоите прямо за углом и оп-оп, стоп, да, а не получается. Это... Но это не здорово в данной ситуации. Но проблема в том, что вообще бывает у всех, но не здорово. Почему? Потому что это еще не конец первой половины, но в пятером империал выживаю. То есть они забесплатно сейчас, потратив только там кусок своих нервов, две-три клетки церебральных, они берут раунд, сохраняя пять жизней. Вот это важно. То есть важно понимать, что пять жизней они сохраняют тебе. Это очень-очень-очень круто. Это очень крутая тема. И это означает то, что с учетом того, что они на T-сайде, это для них еще один бесплатный девайс в будущем, которого могло бы не быть, а теперь он будет. Таким образом, империал сейчас сокрушил еще раз закупку тайм-аут от Снэпи и оптигейминг в целом. Ну вот ребята не боятся брать паузы сегодня. Это очень сильно радует и еще часто общаются. Мы отмечали с тобой на протяжении первых двух полуфиналов до сегодня. И вот гранд-финал не становится исключением. И вот мне кажется, что гранд-финал будет вообще-то жарким. Но вот насчет трех карт я не могу понять, будет ли. Не понимаю, кто на оверпассе может выиграть, потому что кто угодно. Да, вот об этом. Ничего тебе не скажу. Насчет миража, вот реально там... Хотя вообще-то тот же достойный карты для оптигейминга. Скорее всего, кто заберет оверпасс, тот скорее всего забирает мираж. То есть тут вот может быть так. Может быть, да. Это очень... Реально, команда прям, если так, на них посмотрите, они плюс-минус достаточно ровные. Молодые сегодня в ударе отчасти. Да-да-да-да-да-да-да. Такое и есть. Могут задушить чисто на удачу. Но теперь проход через игровую площадку. Ой, Юге попадает по нему Эсперанто и Кристоф тоже забирает снэпик. Короче, тут не очень приятный размен для защиты получается. 4 в 4. Полторы минуты и уже есть потери, если с другой стороны. Респозиционка, наоборот, несколько раз изменилась. Теперь упор на банане играет Юге. Так же с плентами принимает и лонг. И вот под Б базой он фиг вместе с гейдом обороняется. Пят сегодня не сильно доброжелательный, не сильно довольный, видимо. Еще бы гамбиты вылетели, о чем мы говорили. Да, гамбиты, кстати говоря, вылетели. Это действительно обидно. Я полностью согласен, но это не очень здорово. Это плохо, сказал бы я. Ну вот, Кристалл начинает стреляться по смокам. Милки под Б базой и открывает гейдом. Может продолжить еще и конфига здесь отстреливать. Но конфиг со своей позиции видит гораздо больше. И если он займет очень удачный угол, у него удастся забрать мало того, что воду, так еще и монстр. Но Тенский ждал именно такой оттяжки. И, возможно, конфигура действительно топал здесь. И Квиджумби вместе с Юги снова уходит на сейф. Где-то я уже такой виден. Еще Юги отоплавливает Кристалла, но... Но позиции нет. Позиции нет на доходе, да. Все именно так. Как-то сейчас сказал... Четыре от оптиков. Немного маловато все-таки. На защите до верпасса. А половина кончается. Прям неудобная ситуация. Некомфортная совершенно. Для команды оптик гейминг. Тенский начинает искать оппонентов. Но, вообще-то, шумит. По-моему, как же он должен был его слышать. Скорее всего, слышал, потому что это очень громкий шум. Нок. Первая половина за империал. 8-4 уже. Что-то... Что-то очень странное. Оптик на своем пике пока не могут разбудить себя. Но вдруг за атаку так же заиграет. То есть, здесь вот на верпассе... Многие говорят, что действительно защита вроде как доминирует по статистике. Да? Но статистика не всегда отражает реалии. Тем более, в зависимости от того, против кого ты играешь. Империал сегодня просто нереальный. Рвут все. Получается, у них очень много. Некса. По-моему, увидел оппонента. Начинает простреливать деревьяху. Понимаешь, что... Где-то там точно есть контртеррористы. Хаешечки. Ну, потентские хаешка в ответ попадает, кстати говоря. От защиты. Так. Снайпи. Котовы закидывать молик. Сам. Молик сейчас улетел. Может убить конфига. Конфиг. Ну да, прифаером стоил на 90 градусов. Загрил в 1, загрил 2. Далее выход на б-базу уже все считается. И проблемный может получиться, но 3 в 3. Зачительные секунды просто на иниока. Снайпи. Смаку. Снайпи. Будет выходить. И погибать от Кристалла. Неудачно. Опять цель 2 в 3. Неудачное стечение обстоятельств. Если сейчас они сыграют под бомбу, они сыграют под бомбу. Ну все. Ну и вот как это выбивать? Опа. Вот так вот. Респирант. Ну потому что лезут. Ну и что вы тут выглядите? Куда? Господи боже, серьезно что ли? Вы были втроем? Вас взяли и убили. Нюки. Пынч. Это был досадный промах, но блайнда не ожидал. Так бы сейчас сразу стрелял, потянулся за калашом. Да. 2 в 3 команды Империал отдает свой раунд. Вот, наверное, один из тех моментов, когда повторять за проигроками не стоит. Очень странный розыгрыш под конец. Казалось бы, прятали специально для того, чтобы спрятаться, играть под бомбу, вынуждая соперника выйти. А в итоге полезли сами. Не понимаю, как такие решения принимаются. С точки зрения того, вы же спрятались. То есть у вас бомба, вы спрятались, слушайте. Не смотрите глазами, слушайте ушами. То есть вы слышите, да, и он, значит, упал в болото, как бы, смотрите дальше. И так далее. Понятно, что можно на шефте пройти, но у вас трое. То есть один смотрит сюда, второй смотрит сюда, нормально все будет. А третий зига смотрит. Или наоборот, на зиг смотрит. Закрывшись от плента, к примеру, как растенкой, да? Ну, если вот ему очень надо. Ну, короче, в общем. А, даже цементом я совсем глупый. Там вообще цемент есть на шарте Б. Прям вообще шикардос. Ну, то есть какие проблемы-то? Так. Ладно, это все опять телеграфика и аналитика. Было бы желание. Заход в коннектор в этот раз. Иги все еще на банане. Его позиции теперь будет действительно ближе, нежели плент. Также с точки А. Ему на помощь приходит помогать с ней периодически. И вот уже есть минус по эсперанто. Избивается бомба. Иги начинают ротацию. Но все еще говорит об одном и том же. По банане. В том, что здесь есть люди. Концентрация внимания, скорее всего, сейчас перейдет именно на него. А снэпи вообще может оказываться непрочеканным. Но здесь все о том, что очень много игроков защиты под аплентом. Иги забирают уже кристалл. Остается 3 в 5 ситуация. И снэпи не чекается. И все. И закрыто. И давайте следующий рон. Тэнский остается последним. Это 6-й рон для команды оптигейминг. Довольно. Ну и Юги Трахачковой присылает ему. Вообще двух, наверное, не очень дали полетело. Достаточно приятно для оптик, с учетом того, что от ошибок команды империал они отдали, по сути, один раунд и потом следующий за ним. То бишь, сами могли бы брать десятку. Да, даже больше. А был бы 10-4. 10-4. И даже один за 4, я думаю, что мы могли. Ну, чисто на морали. Может быть. Ну, в общем, может быть. Ничего гадать уже, да, что-то совсем другое. Да, да. 6-8 в итоге. Это все может превратиться в близкие 8-7. Не очень далекий 6-9, соответственно. 9-6. Вот. И расслабились просто имперцы. Но, с другой стороны, оптики тоже такие. Ага, окей, мы вас здесь поймали. Сейчас мы вас еще поддавим. И на последнем раунде попробуем еще, соответственно, поддавить. Я ожидаю, наверное, какую-то агрессию от господина конфигурации. В последнем раунде. И более, наверное, как раз аккуратную игру от империал. И, возможно, комплект на этом сыграет. Ну, вот-вот-вот покажите мне. Юги на мидле. Забайтил кристалла. И все. Энтри фраг снова за защитой. Ну, вот она агрессия. Это самое. То есть, они такие. И ход мыслей прям понятен абсолютно полностью. Последний раунд. Пацаны, давайте удивлять. Давайте я попробую вылезти. Типа, прикроете, если что. Юги делает. Энтри фраг уходит назад. Энтри фрага никакого нет. Вообще ни в коем случае. А и все. И все. Они сейчас застрянут на плантах. И попробуйте их выбить теперь. Попробуйте их выбить. Неоднозначный такой момент. Касательно защиты на Б-базе. Трое игроков. На Аплэнде по-прежнему играет Кейджумби вместе с Юги. И тут другой. Интересный позитив для себя. Нюки забирает планты. Как Гейт включается минусом по Нюки. Тэнски сразу разменял. Мои снэпи. Тут недалеко. 2-3 минуты в Риге. Как будто бы не ожидал снэпи эсперанто. Или что? Как это так? Юги. Не угадывай. И не угадай, потому что там нет уже оппонента. А вот теперь нужно играть под бомбу и слушать. Играть под бомбу и слушать. Эсперанто в угол по 90 можно встать, кстати говоря. Или да, здесь спрятать голову. Да, да, например. Почему бы и нет? Очень интересный вариант. Острый угол под девятку Б. Есть минус по Кейджумби. Юги один на один. Тут стреляется. И эсперанто слишком медлено реагирует. Разрешение немножечко другое. Ой, какой неприятный. Молик и молик в ответ. Но Юги. Юги умирает. Юги. Юги не поверил. Он пытался. Это как Кримск в чёме время. И вот это 9-6. Не такой далекий счёт. В целом. Империал как минимум ошибись точно на один раунд. Жестко. И оптики. Оптики собрали. И первый ровно. И второй, в принципе, если не те два раунда. Ну, не обязательно. Но типа 10-5 минус. Да. То есть шансы. Все шансы и все тенденции. Это по-хорошему показывали. Вторую половину сейчас посмотрим. Что там нам скажут за атаку команда Оптик. Потому что именно она пикала карту оверпасс. И от них зависит очень многое. Дадут ли они пистолетку соперникам. Дадут ли они первый бай сопернику. Ну, а если пистолетки первый бай уйдёт за Империал. То это будет ровная дорога для них. Считайте 12-3. 14. Ой, 12-3. Типа 12-6. 14-6. И вот там будет всё очень непросто. Да. Сложно. Сложная история. Увидеть не хотите ли. Сложная история. Экран покажет наш. Сложная история на канале. DreamHackSysGuru. Та-та-та-та-та-та. Вот это исполнение. Нормальные такие исполнения. Жалко, я так не могу уже. Откомментировал своё всё. Да нет. Просто энергия. Энергия. Солнце палит. Жара. Очень тяжело собраться с мыслью. Творчество не идёт. Горбо. Творчество не идёт. Но я так и в общем буду молчать. Не понял. Ну ладно. Нюки. Конфига взрывает. Нормально. Прям очень даже. Хорошо. Да. Здорово получилось. Нюки. Нюки. Да. Ещё и второй. Есть минус. Бомба упала. Стоять. Бояться. Датчанин. Ну вы же не умрёте. Вы же не умрёте здесь. На одной бомбе. Это просто. Не. На четвёртый. Капкан. Положить в капкан типа мяса. И забавить медведя. Вообще не надо. Капкан просто нюки туда положи. И он всё уберёт. Не-не-не-не-не-не-не. Стоп. 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 Господи. Больше. Сейчас квадрокилл будет. Пау. 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 Ничего себе. Здесь взял и соляного просто. Нюки охотный какой-то. Забайтил. Типо. Всё. И потом уже без шансов. 610 да на самом деле не важно как в смысле что-то важно но что это было это пистолетка было это потенциально если переживут ворошить 1611 и 612 грани преимущество в счете но еще слишком рано стали с арморами но очень важный фактор они очень часто заезжают и у команды оптик есть шансы сейчас на коннекторе встретить кристалла который получил по голове откидывать море ключей уходит но у теряет тиммейт и сжигает и жемби на отходе вот это поворот пристал убивает скажем вам подарили кристалл на таких расстояниях будет достаточно тяжело но расстояние становится все ближе и ближе и становится достаточно легко но сразу же моментально не против 2d шички нет нет есть минус еще для снэпи компании тут тенски начнет агрессию опять же таки фармган упори это круто но юге упрощают спиранты next вдвоем грустно или такие пистолеты против пистолетов в ответ такая слабая игра в защите ребята кстати говоря в чате пишут карта атаки все дела на это не так за последние несколько месяцев не по статистике и совсем другая история то мы с вами так видимо на самом деле все иначе в авторе сейчас пленда минус от снэпи по эстеранту на экса слишком открыто шел на м q что и поплатился 10 7 сейчас не могут выйти это форс на это вот один контур форс будет от команды империал обязаны это делать для того чтобы остановить в зародыше камбэк от команды оптик и будут это делать то есть да да это все не проблема да все все здесь хорошо в этом плане так ну что а вот имперцы какие каковы ваши доказательства собственно хорошем фильме говорилось и нельзя в underpass лезть подкажу он понимает что нельзя лезть не лезут потому что пистолеты смертельно просто все кубе вам порвут в чем пристал здесь в упоре будет пытаться работать возможно даже заметил конфига про даров молик на банан не дизонируется смог лежит на просвете конфиг на шарах эсперантов коннекторе и вот эсперанта не должен так просто открываться здесь возможно байт от кристалла ему поможет что-то долго то минус по конфигащая вас на пиво у еще и коннер декоративно брать уходи хвости хочешь дыши выдыхай бомба посмотри как укатилась вот это поворот прям как он это делает два размера давайте к пк шут коннекса есть минус по бумка и ремка сейчас подберется я шоу фэйлы просто что пришел и не лезьте в underpass не лезьте в интерпас и лезьте в интерпас и умерли здесь будет заходить спину вместе с гейдом 2 понятно что далее я закрыл кристалла но бомба лежит коннекторе за ним нужно спускаться до снова этот underpass твой любимый вдруг мекса против гейда на ксапра не ушел вообще шикарно просто манифик очень очень хорошо черт возьми как же хорошо почему комментаторы такие мертвые немножко я немножко мертвый внутри просто ноль реакции тупо ты понимаешь реакции тупо можно ноль реакции остро и потом эти монстры порезать помидорку еще белый хлебушек и с маслицем солененьким таким людей не везде нашей еды байтишь типа мы сами-то толком не поели я во всяком случае точно потому что вот пока 8 час трансляции идет мы с тобой смотрим за увлекательным противостоянием на дримхаке да это гранд-финал дримхак open summer 2018 года дорогие друзья оптики им против империал и однако империал выиграли этот раунд потому что оптики сначала вот я просто вы сейчас вот опять в чате будете ругаться потому что вы скажете там же бомба лежала да 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 там же бомба лежала на сначала там не лежал в этом все проблема то есть а потом да конечно и нужно было вытаскивать а как иначе но потом уже все там и теперь умирали вот в этом-то за квасточка нюкки кидает ой молитвич и коврик умирает в итоге скальта от эсперанто сколько по себе позволяет move империал в этом плане они конечно вообще бесстрашные ребята гель сейчас еще спину умрет будто бабка ой там смог накидывает юге но так много юге сна пика и жун б бандер паса как раз прострела покажу мба прострела покажу мбу кажун и вообще ничего не может сделать в ответ обидно про получать такие прострелы ты ничего не можешь и в итоге страдаешь от этого так но тенски заметил по моему да заметил вроде дверь закроет наверное просто шорт б оптика надо думать куда идти потому что оппоненты с давай сами и там и сям и везде и на идеале это расклад выйти на базу бэй через монстр как это делали в свое время империал но здесь нет девайсов за атаку лишь только деглы и чудовищные хоть что-то могут спасти команду атаки на таком тайминге 40 секунда подход на воду бы шарта и снари пытается вычекать гранату себе как и откинуть смоку флешечку в конечном итоге вот он смог на 9 спирата сразу спрыгивает мобильность присутствует с кинекса эсперанто втроем на точке плюс также 2 на а очень хорошее распределение по карте потому что этого достаточно к и джинбе выходит смотрит чё как эсперанто убивать снайпе но минус ой какие позицию защиты но кажунка ты справиться с одним оппонентом и кто слишком много кажун пути очень мало времени а ты наверное не выиграешь эти перестрелки да это грустная история для команды оптик гейминг 712 в итоге а практически но я не скажу что двойное преимущество но империал дырает наберу 13 а если возьму 14 при счете 714 вот тогда двойное преимущество соответственно и денег нету да действительно счета получается если бы даже не форсбай то перспектив забавная такая история для оптиков я не хочу чтобы они проигрались так 16 7 не котируется не очень соглашусь мало мало половин конфикс бомбы ой нюки похоронить и просто на миллион долларов это вот знаешь только после такого можно сказать что человек прошел counter strike на что-то очень хорошая позиция это было против пистолетов начнем с этого но да это было красиво но позиция под конкретные вот под конкретную боевую ситуацию вот этот острый угол узкий причем это прям ой как хорошо и оптики собрались звезды сошлись оптики собрались в линеечку они его не видят там такой угол что именно террорист его оттуда не увидят они видят только дуло по моему пушки или руку маленький пиксель ну да говорю хорошо это реально умно это реально хорошо это intelligent play а это всегда здорово это нам всем нравится но если стенский на агрессии воды b short занимается периодически и джимби уже успел потерять 66 процентов это где он так нами для 5 стрел скажем да что в почку поймал приятно получилось согласен на б планте три человека под а потом полуподжимных на банане два человека в туалетах один на ланге у карты на боях было бы лететь а что там по защите в плане что есть по и утилити флешка есть не успеваю подошу я видимо сплю тэнске хаешка есть но не очень много гранат то есть типа чисто на стрельбу получается но на акции выходе туда гинают самый сталь был но его хоронят но эсперанто справляется и танки замыкает еще оппонент еще и снайпе вырывается просто монстр получает по голове юге а значит все это время юге где-то был далеко и вот такая не торопыжность как таскать просто торопиться ребята ну слово вот такая хорошо вот спешка хоть и забирает женский но вот юге то стоило подождать югич остается 1 1 1 2 мои little com 1 and his behind layer и в иврисе нкин хивилга надо и входа из как говорится хида из как говорится в хорошем фильме лунгреном забыл его имя хороший актер вот и хороший фильм кстати говоря забыл его назвать про бокс там самое забавное там у человека было 34 хп и пишет 56 найс матеша комментатор понял 714 мы все-таки пришли к тому самому счету который двойное преимущество которым я говорил я не особо верил то что империал так легко возьмут но наверное особо легко не было особенно привод приемки б но они реально справились очень нравится виктора движения от команды imperial в работе по хорошо эсперанто под молик заходе забирать юге забирает гейда ну вы чего оптики это же форс но не надо уже это такое просто парень берет и в соло закрывает всю команду там просто проехал киберспортивный поезд мимо эсперанто такой я же киберспортсмен надо тащить и просто соляного да 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 еще и молодой и значит перспективный и поэтому тут стало все очень резко сложно и они все еще идут на б вы станете куда им еще идти простите меня но конфликт вообще о господи боже во все стороны будет то в лицо ему бутылка прилетает в левую щеку правы кстати говоря то то еще что то в общем очень сложно нюки вот здесь вот в упоре вместе с аспиранто не в паре работают не ожидал аспиранто а вот конфлик 2 не будет ожидать вообще никак вот вообще никак вот он бомба убегает на респаун снэпи что снэпи сейчас должна быть музыка знаю из розы на пантера наверно хорошая кстати мутами ты-ты-ты-ты-ты-ты снэпи остается последний против нюки и кристаллов музыкальный вечер сегодня и он идет на а плен а там его есть ну вообще-то вообще-то да то можете открыться который вне позиции анюки остался под боем ваши ребята разделить 11 никогда не нравится вот это деление один на один но выше и ставить неаккуратно его есть но кристалл ты же слышал до этого еще он видел когда мог не за хамеру мог просто чуть вперед выйти он видел его стоять как как бы во первых но в этих случаях бежать надо там еще анимация вставания 15 все равно как бы знаешь пока оптики не показали ничего 2 раунду это простительно 2 раунду действительно 5 подряд у нас летком он сериал экономика хоть восстанавливается оптика но кстати было бы вообще ужасно то есть максимально плохо я вот здесь так вот прям до 715 оптики против команды imperial на ваших экранах 23 раунд на карте дэвер пас возможно последний раунд на карте дэвер пас алика нет нету соответственно юге без алика не то чтобы он бесполезен и где так вообще очень полезно молодой человек вроде как капитанит еще и снайперской винтовкой в жуха и неплохо это верил товарищ кристалл на капитане эсперанта уже целых боя здесь максо на монстре ну какой тенски и минусатинский по гейду вот такое тоже везение присутствует присутствует прошил ну смысле как бы прошил все все получилось все получилось четыре человека стресса команда оптик гейминг и они идут на плент вместе с бомбой и там а кто там а там эсперанта на мусорку эсперанта будет забираться свой по кстати играет будет закрывать лонг и банан соответственно но закрывается лонг самоком это от снайпера себя все равно пойдут на лонг но эсперанта не может работать по этой позиции на данный момент перетяка счет одного игрока команда империал который такой да нормально гоня сюда а вы там вдвоем там на общем три человека здесь это все принимают и они могут это принять более того асперанта закрывает конфига от нюки также падает кей жумби остается вдвоем на лонге снэпи и юге да ладно нет это победа команды империал и вот настолько просто я не ждал я хоть и за империал но оптики не должны были так играть на своем пике 9 на 21 снэпи ну да 8 ассистов скажете вы но 9 8 21 и там 6 что то там это очень грустно для игроков оптик ну а мы напоминаем с евгением что это дым хаков он сам р 18 года студия рухаб гений если бы сама андрея не шара ты мухами на река музыкальный паспорт который вернемся к карте до мираж совсем скоро пик команды империал не переключайтесь